Амурская область В Коку, куда приехало около 700 военных, представляющих все военные округа России и специализированное училище. Для гонок на танках и БМП оборудовали новую трассу. Она не уступает тем, на которых проходят международные соревнования военнослужащих. К этим играм в Приамурик готовились более полугода. И вот долгожданный момент наступил. На плацу полигона поднимают флаги всех команд-участниц. На торжественном построении все 13 команд всеармейских игр 2018 года. На одном плацу вся военная география России. Западный, восточный, южный, центральная военная круга, сборная ДВОКУ, Казанского танкового и Московского общевойскового училищ. Первые всеармейские игры прошли еще в 2013. Каждый год усложняются не только задачи для участников, но и формат определения победителей. Эти соревнования также не стали исключением. В чем особенность? Индивидуальная гонка в этом году будет проходить в составе подразделений. Будут выполняться на отдельном месте ряд нормативов, которые в прошлом году не выполнялись. Будут решаться тактические огневые задачи подразделениями. И будет проведена то же самое эстафета, что не было в прошлом году. Перед первыми заездами все машины еще раз осматривают члены экипажа и техники. Затем танки дополнительно проверят члены жюри. Как и в большом спорте, в армейских играх полностью должен быть исключен любой вспомогательный элемент. Команды соревнуются в разных условиях. В танковом биатлоне техника у всех только одной модели. Это танк Т-72Б3. Никаких дополнительных модернизаций и даже топлива одной марки. Члены комиссии приходят и проверяют танк, чтобы никакого мощного топлива не было залито. Все, чтобы было исправно. Для этого перед самим заездом, перед началом заезда проверяется все полностью танк. Каждая команда принимает участие в танковом биатлоне впервые и готовится к соревнованиям несколько месяцев. Экипажа должны преодолеть 10 сложнейших препятствий. По словам командира танка сборной ВДВ из Псковской области Анатолия Туктика, его экипаж готов к любым испытаниям. Это все в повседневной жизнедеятельности военнослужащего, танкового подразделения нашего. Это все входит в боевую подготовку. То есть ничего сложного? Огневой рубеж. В том числе в слепую по координатам, заданным с беспилотника. Одна из новинок этих игр. Командир взвода определит координаты, получит подтверждение с беспилотного аппарата, что именно там находится противник, где он определился. Пройдет расчеты и в слепую, грубо говоря, по-гражданскому, это стрельба в слепую, скажем так. Но по тем координатам, которые он будет рассчитывать. То есть он математически рассчитает, даст установки, его экипажа наведут туда и все, они будут стрелять. Точно поразить все цели взводу ДВОКУ сразу не удалось. Жюри нашли и другие недочеты. За каждое неправильно выполненное задание минусуются призовые баллы. В итоге амурскому экипажу пришлось преодолеть лишние три километра трассы или шесть кругов. Впрочем, ошибки при прохождении трассы были у каждой сборной. От этого накал страстей на трибунах разгорался с каждым новым заездом. Зрительские страсти не потушил даже выпавший град. Зрители, несмотря на капризы природы, поддерживали своих фаворитов как могли. Уже через несколько дней после заездов в рамках танкового биатлона на полигоне ДВОКУ стартовал суворовский натиск. Это второй этап всеармейских игр. Своё умение в управлении БМП продемонстрировали мотострелки. Участникам предстояло пройти ту же полосу, что и танкистам. Разница здесь не только в машинах, но и скоростях, которые выжимали из боевой техники. Участники соревнования. Первыми на трассу вышли команды Восточного военного округа ДВОКУ. Фавориты гонок. Сразу и не скажешь, что вес каждой машины 14 тонн. БМП буквально летают по конкурсной трассе. С легкостью маневрируют. Через змейку, косогоры, уклоны, водное препятствие, массивная техника. Буквально парит на запредельной скорости. Как рассказывает наводчик-оператор боевой машины Дмитрий Горбатов, на таких участках важно сохранять равновесие. Перегрузки внутри БМП, движущегося на скорости, можно сравнить со стартом космической ракеты. При этом экипажу нужно не только грамотно проложить курс, но и вычислить траекторию стрельбы по условным целям противника. Ощущение, просто так передать словами невозможно. Но скажу так, что на препятствиях дух захватывает очень сильно. Ну и ловишь невесомость, когда препятствия проезжаешь, особенно брод. Машина подлетает, это как невесомость. В Суворовском натиске участвуют шесть команд. На прохождение всех участков трассы уходит несколько часов. Впрочем, скучать на трибунах в ожидании первых результатов зрителям не приходится. Программа всеармейских игр очень насыщена. Кроме зрелищных гонок, посетители всеармейских игр 2018 могли побывать в настоящей партизанской деревне и своими глазами увидеть всю мощь современной российской армии. Эта площадка вызывает самый повышенный интерес не только у взрослых, но и детей. Танки, бронетранспортеры, пушки, вездеходы – всю эту технику можно не только посмотреть, но и потрогать. Малышня такой возможности не упустила. Тем более, что на фоне этих грозных машин получаются нестандартные селфи. Очень интересно вообще быть с техникой, увидеть, какая она была тогда и сейчас. Свой шанс сделать снимок на боевой машине не упустили и представители старшего поколения. Пока мужчины скромно стояли в стороне, женщины смело взбирались на танки и БМП. Но когда еще выпадет такой шанс? Горжусь. Горжусь всем этим. Такой объем, такая громада. Так вообще здорово. Гордость за нашу страну, за нашу армию. На время всеармейских игр полигон «Двоку» практически полностью был открыт для посетителей. Подготовка отмечают организаторы и гости на самом высоком уровне. За две недели соревнований военные баталии смогли увидеть более 30 тысяч амурчан. Наблюдали за зрелищными гонками не только жители Благовещенска, но и всей Амурской области. И вот финальные заезды всеармейских игр. Позади 12 напряженных соревновательных дней. Но только лучшие экипажи попали в заключительную эстафету. В Суворовском натиске это команда «Двоку», а также экипажи южного и восточного военного округов. На трассе борьба идет за каждый сантиметр дистанции. Многотонные машины буквально наступают друг другу на пятки. Экипажи БМП не только держат максимальную скорость, но и ювелирно проходят все препятствия сложной трассы, длина которой около пяти километров. Фаворит Суворовского натиска сборная «Двоку» в первом круге эстафеты показала не самый лучший результат на огневом рубеже. За это экипажу назначили три дополнительных штрафных круга. Таким образом, наша команда уступила лидерство экипажам восточного и южного военного округов. Однако зрители не теряли надежды на победу амурских курсантов. Ведь самое интересное – впереди. Берут обороты, догонят. Верим в свои победы. Наши выигрывают. Почему? Потому что наши за два раза выигрывали. И вот они в третий раз по-любому выигрывают. В финальной эстафете Суворовского натиска участвовало три команды. В каждой по три экипажа. Им предстоит пройти девять заездов. После участия одного состава его меняет другой. Времени на простой у машин нет. На счету каждая секунда. Уже со второго круга сборная Двоку начинает череду своих побед. Нагоняя упущенное на старте время и набирая так необходимые призовые баллы. Без помарок проходит препятствие трассы, включая огневой рубеж. Все цели условного противника поражены. Один из самых сложных и зрелищных этапов эстафеты Суворовского натиска, брод, глубина рва, более метра. Водителю БМП важно не только войти в это препятствие, но и суметь выйти из него. Пока одни БМП буквально пролетали на скорости это препятствие, другие, не рассчитав сил, вязли, теряя драгоценное время. Каждый заезд это испытание на прочность. Не только техники, но и всего экипажа. После прохождения трассы эмоции у участников эстафеты хоть отбавляй. Ощущения незабываемые. Особенно, когда влетаешь. Забыл уже, как это препятствие называется. Вот, проходит БМП. Брод, брод. Вообще незабываемые ощущения. По результатам эстафеты Суворовского натиска, мотострелки Двоку в лидерах этой непростой гонки. Однако жюри назовет победителя только после того, как посчитают все баллы, заработанные командами на других этапах. Однако первое поздравление амурские курсанты уже принимают. Вот так чествуют настоящих героев. Раз, три, два, три. Все, все, все. Все, 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 все. Время идет на секунды. Один экипаж сменяет другой. Заезды шли практически без остановок. Лидеры гонки определились уже на первом круге. Команды центрального и восточного округов буквально шли. Дула к дулу, оставив позади экипаж Казанского высшего танкового училища. В этот раз у ребят сразу что-то не получилось. Штрафные круги за несбитые цели на огневом рубеже. Ошибки в прохождении брода. А в самой середине эстафеты по техническим причинам даже пришлось заменить конкурсную машину. За тем, что происходит на трассе, наблюдают не только зрителя. Больше всего волнения у членов команд, которые следят за эстафетой со стороны. Эти люди точно знают, где и какую неточность совершил экипаж и что нужно делать, чтобы удержать лидирующая позиция. Каждый танковый экипаж – единый организм. Пока один рассчитывает скорость и прокладывает путь, другой занимается траекторией стрельбы, третий координирует все эти действия. Причем условия приближены к реальным боевым. Со стороны судей никаких поблажек, любая помарка на дистанции – минус призовые баллы. Как один организм, так скажем. Какие ощущения? Я даже не скажу. Не знаю. Нет слов просто, как это передать. Работаем и все. Все по плану идет. Девчонки из 11-й Белогорской школы наблюдают за танковыми сражениями впервые. Впечатлений, говорят, масса. Чтобы лучше разглядеть, многотонные машины в действии даже смогли пробиться к лучшим зрительским местам на трибунах. Нам нравится. Чем? Следить за тем. За бинокль смотреть. Следить, как они… Плюхаются. Плюхаются. И вот подведение итогов соревнований. Амурская область официально прощается со всеармейскими играми 2018. Еще до объявления первых результатов есть одна негласная победа, которая принадлежит организаторам мероприятия, которые сделали все, чтобы себя комфортно чувствовали не только участники, но и гости этого военного праздника. На высочайшем уровне. Я разговаривал, те люди, которые приезжали сюда, и вы прекрасно знаете, что событие для Благовещенского очень знаковое. Команды подготовлены очень хорошо. С каждым годом у нас уровень подготовки экипажа растет. Это не может не радовать. В этом году мы проводили соревнования уже в составе взводов. Это совсем другие соревнования. Официальное закрытие игр началось с посвящения юн-армейцев 6-го Благовещенского лицея в кадеты. Следовать традициям доблести, азвалий и товарищей взаимовыручки. Клянемся! Клянемся! На этой присяге все было по-взрослому. Юн-армейцев приветствовал настоящий генерал. Затем почетные гости игр вручили ребятам удостоверение кадета. Товарищ генерал, кадет Горжинский по вашему приказу прибыл. Поздравляю тебя! Иван? Имя-то какое хорошее! Служи отечеству! Стой, стой! Служи России! Молодец! Вперед! Кадетами в этот день стало 58 юн-армейцев. Богдану Михня всего 8 лет, но он уже твердо решил связать свое будущее с вооруженными силами. Будет ли он танкистом или пойдет в мотострелки, пока не определился. Я буду Родину защищать, буду смелым и благоотечественным. И вот самый долгожданный момент всеармейских игр – официальное подведение итогов. Уважаемые товарищи, мы начинаем церемонию награждения победителей всеармейских соревнований мотострелковых и танковых взводов. В Суворовском натиске участвовало 6 команд. Фаворитом сразу же стал взвод «Двоку». Наши ребята – победители международных игр прошлого года. И эту победу они точно отдавать не хотели. Подготовка к соревнованиям шла несколько месяцев. Интересно, что конкурсную трассу «Амурчане», как и другие сборные, увидели впервые. 10 препятствий – «Змейка», «Косогор», «Уклон», «Огневой рубеж» и «Брод». В финальной эстафете, которая и определила победителя этого этапа, вышли три команды – «Двоку», «Восточный» и «Южное военное округа». Восточное высшее общевоисковое командное училище. Командир взвода – младший сержант Особливый Алексей Романович. Команда «Двоку» победила в суворовском натиске. На высшей ступени пьедестала почета весь взвод училища, принимавший участие в играх. Ребятам вручают не только медали, но и главный трофей состязаний – переходящий кубок. «Счастье, конечно, счастье, потому что долго готовились, много сил потратили. В принципе, просто счастье». В танковом биатлоне после последних заездов все оказалось предсказуемым. Лидерами стала сборная Восточного военного округа. Ребята буквально вырвали свою победу во время финальной эстафеты у своих конкурентов – Казанского танкового училища и Центрального военного округа. Эти команды заняли, соответственно, второе и третье места. Призы игр получили лучшие наводчики, операторы соревнований, механики, наставники. Все они войдут в состав сборной, которая представит нашу страну на международных играх. Грандиозные соревнования силы, духа и профессионализма завершились. Организаторы игр не исключают, что Амурская область еще раз станет площадкой для всеармейских игр. Необходимая база для их проведения уже есть.